Я встретил кучу знакомых, они говорят, приходи к нам, я говорю, ребята, у нас тут фронт работы есть, свои, у нас тут как бы этот самый, мы здесь, возле палаток, мы выставляем посты, мы дежурим и так далее, а ребята говорят, приходи к нам, мы здесь, мы тебя рады видеть, потому что, знаешь, все знакомые, оказывается, не только киевские, правары, поверьте, что и крымчане там стоят, и крымчане там стоят, я говорю, ребята, вы здесь, они говорят, да, потому что у нас сердце болит, болит не за вот этих троих, а болит за то, что наших детей на сегодняшний день не было таких прецедентов вообще в Украине, наших детей, говорит, отлупили, потому что у этих беркутян безнаказанность, понимаете, безнаказанность, если бы, я же говорю, ну, так получилось, так получилось исторически, что не было нас там, я говорю, если бы они встретили таких пацанов, как мы, вот просто стенка на стенку, поверьте, они бы просто не пошли, потому что столько злости у нас сейчас, вот сейчас, столько злости, что мы просто рвали бы их, я говорю, я бы даже зубами вцепился в облотку, хоть одному бы, который сказал, говорит, мне глаз подбили бутылочкой с под воды, правильно? спровоцировали, да, спровоцировали бутылкой с под воды, его спровоцировали, он стоял в шлеме, и с закрытым этим самым, говорит, мне в глаз попали, синяк набили, спровоцировали. Я думаю, сколько я должен останусь после этого, они сколько мне, знаете, первый день приходил бабушка, говорит, я принесла вам котлеток, я дома пожарила котлеток, я принесла для того, чтобы вы не голодали здесь, я говорю, вы извините, мы не голодаем, она говорит, нет, сыночки, возьмите, я за вас так переживаю, потому что вы здесь за нас, я говорю, знаете, ну мы не голодные, мы здесь это самое, она говорит, нет, я сделал от души, и хочу, чтобы вы покушали и не были голодны, а вы, говорите, за деньги, какие за деньги? Нет, вот молодой человек, символический, вы ветеран? Нет, я просто служил в десантуре. Так, вы с Киева или приехали? Я приехал в Чернигово. В Чернигово, ну недалеко. Недалеко, наша организация, никто кроме нас. Где здесь дают деньги, скажите? Я не знаю, кому здесь дают деньги, мы здесь стоим за идею. За идею? Только за идею. Вы сюда приехали за свой счет? И приехали сюда, мы только за идею. И за свой счет, и все, что здесь происходит, но я не знаю, как это правильно сказать, но приехать сюда за деньги, бля, смысла нет, потому что тут никому платить не за что. Я честно говорю, для меня не стоит вопрос, что мне должны что-то платить. Мы поселили, поговорили после этих событий. Детей бьют, мы сидим. Надо что-то делать. Мы собрались, ночью приехали, и вот здесь уже стояли. И вы действительно готовы, вот если будет штурм, вы будете защищать Майдан, да? Однозначно. Наших нас тут нет. Это мне спрашивают, сколько стоять. Мы четко, понятно, обе говорили. Мы будем стоять штурм. А у вас работа есть? Вы отпросились? Есть. Я нахожусь здесь, я понимаю, что я ничего не зарабатываю, но я понимаю, что если я отсюда уйду, я могу вообще нигде ничего не зарабатывать уже. Поэтому точка, еще раз говорю, есть понятие точка невозврата. Для нас точка невозврата уже определяется. Ну вот, я точно так же приехал.